всем привет давайте подготовим андрей он же 5 от сборку проекта под android в общем самом начале да то есть когда мы хотим запустить допустим упаковка проекта допустим под android он у нас говорит что не настроен sdk и так далее да просто создать куда-то папочку и ругается то что у нас не стоит android studio в данном случае 3 5 и 3 то есть говорит что необходимая минимальная версия вот это и потом просто вылезает ошибка что соответственно платформа android не не существует здесь на этом компьютер соответственно да потому что ее надо устанавливать скачиваем наш android с официального сайта ссылочка будет в описании то есть я скачал самую последнюю версию которая у нас на данный момент существует я не стал скачивать который предлагает 3 5 и 3 но если что можно найти релиз ноут старой версию сейчас немножко сообразит пост релиз и здесь у нас ссылочка вот old версия android studio сейчас прогрузится у нас google немножко игнорирует стал данным подтверждаем что нам необходимо и все вот эти все версии ранее у нас существовали до 3 5 и 3 это вот где-то здесь ну если что можно воспользоваться поиском вот мы ее нашли то есть скачивайте и устанавливать данном случае я уже скачал последнюю версию google нам предлагает то что у нас к ноябрю 2022 года направленная версия api должна быть 31 то есть уже к тому времени сто процентов потому что у нас появился android 12 а на данный момент уже android 13 то есть android с это у нас как раз таки 12 12 один версия 4 октября 21 года вышла здесь у нас api 3132 33 скорее всего еще пока она нере не работает и возможно ее даже нету в android studio но то есть уже хотя появились android 13 версия от февраля в общем если необходимо ссылочки от привожу давайте установим проект можно наверное чуть позже закроет карась сейчас я буду немножко ускорять видео нажимаем next выбираем android studio визу virtual device если необходимо устанавливаем необходимую папочку install и соответственно сейчас он скачивает нам установщик и далее нажимаем старт запуск здесь он нам предлагает что-то скопировать настройки здесь мы должны отправлять статическую или нет я нажимаю нет нажимаем next соответственно стандарт можно конечно кустом то есть здесь устанавливаете куда вам необходимо установить давайте я допустим поставлю на диске c нам необходимо создать новую папочку пусть это будет sdk и все здесь будет находиться так и р.е. предположительно ему необходимо определенная нет ну ладно не буду изменять данную получается папочку настраиваем цвет выбираем api данном случае мы не можем пока выбрать но нажимаем скачать соответственно он будет скачивать сейчас так здесь он просит необходимый объем памяти допустим я поставлю побольше и и вот такие sdk он будет пока качать окей возможно 32 версия нам подойдет здесь мы нажимаем принять соглашение переключаемся на эту sdk принять соглашение и финиш но все теперь ждем скачивания когда все скачает я принципе вам все покажу так вот и все скачалось данном случае мы запускаем sdk менеджер наш который уже так скажем установился теперь нам необходимо давайте все-таки решим до 32 версию может быть она все-таки сможет поддерживаться проверим за одну нажимаем show package details здесь мы сейчас выставим все необходимые наши настройки здесь у нас android sdk платформ галочка source for android 32 галочка всех остальных галочек не должно быть то есть посмотрите чтобы у вас такого не было так далее переключается на sdk tools снова нажимаем show package details здесь смотрите у нас есть android языка бил ту мы выбираем какой-то один из них данном случае давайте я просто выберу 32 вот этот я выключу всех остальных у нас тоже нету ну вот кроме ндк нам нужно поставить давайте это ндк возьмем 32 23 точнее версию не 23123 потому что когда мы на пятой версии запускаем android для здесь выбираем билдик здесь написано что поддержка версии 21 а до 23 а какая из них версия а неизвестно так что можно даже 22 поставить давайте попробуем 22 чтобы не прогадать далее семейк семейк давайте поставим 310 на всякий случай потому что иногда необходимо где-то чтобы была поддержка все остальное все остальное принципе нам не нужно нажимаем apply здесь у нас здесь у нас ничего нету нажимаем apply и скачиваем и удаляем все то что мы выделили это что нам нужно ндк он будет скачивать семейк будет скачивать а вот этот 32.1 rc one он удалит ну и сейчас тоже ждем скачки полный и как говорится присоединиться скачала все отлично нажимаем finish закрываем наши сдк по сути android studio тоже закрываем открываем проектик и теперь нам необходимо в настройках выбираем settings project settings заходим вкладочку платформ android sdk и соответственно мы сейчас должны поставить необходимые сдк сюда ндк и так далее так у нас он установлен так вроде бы здесь в общем надо смотреть ссылочку так ссылочка в данном случае вот это это сдк у нас как раз таки находится апдеты к android sdk это можно посмотреть в android studio где мы как раз таки настраивали sdk выбор папки далее ндк нам необходимо выбрать ндк у нас находится в этой же папке только вот следующее выбираем ндк версия 22.1 делаем выбор вот она и jdk как раз таки находится получается где установлено android это программ файл с android android studio давайте посмотрим gdk 8 гри но давайте попробуем от android выбрать android studio гри так ндк у нас 21 ну в данном случае у нас 22 давайте я исправлю все это возможно вернем обратно настройку так переходим на платформ android и соответственно делаем небольшие настройки проекта желательно вообще на давайте начнем с самого начала самого начала это у нас вот как map and modes здесь вы выбираете game mode если вам необходимо далее выбираете дефолтную карту данном случае у меня карта меню будет дефолтная game instance если он у вас существует и вы создавали его далее переходим в пэкинг здесь настройки практически ничего особо не меняется единственное вот у вас вот скорее всего так вот свернуто все возможно если вы сюда не завозили нажимаете advanced и и для андроида нам необходимо прокрутить вот сюда вниз здесь есть вот такая вкладочка как list of map include in package build на windows я как раз таки уже добавлял здесь добавляются карты которые необходимы для полного билда так скажем игры смотрите я здесь добавил карту меню карта уровня но но если соответственно делалось билд света сюда еще надо добавить билд это вот на основном уровне у меня еще есть билд света вот он билда то я его тоже сюда добавлю далее мы можем для андроида поставить как галочку execute edition контент в кукинг также мы ставим галочку кук или map но это для того чтобы мы вот именно только эти карты добавлять по сути далее мы здесь чуть ниже выбираем что мы будем делать ну давайте пусть не девелок мод а сразу готовую версию шиппинг и соответственно мы делаем галочку full rebuild и for for redistribution если это галочка мы будем ставить у нас будет выпадать ошибка чтобы эту ошибку избавить так скажем избавиться от нее ошибка грандов градом точнее будет правильно будет выпадать если мы галочку поставим здесь если мы ее будем ставить нам необходимо во вкладке платформ android это чуть ниже вот здесь добавить distribution sign это ключ так скажем запирающий нашу программу если здесь ничего нету вот как сейчас ту галочку лучше снять но когда вы будьте полностью билдить проект уже на выкладывание так скажем да здесь надо все будет заполнять это я покажу чуть позже ту галочку я не буду убирать сейчас потому что я вам буду показывать это скоро так далее мы пройдемся еще пэкинг там принципе все саппорт платформ здесь мы выбираем платформу которую нам необходимо билди да образно но не прямо сейчас но вообще то есть какие платформ поддерживает проект данном случае у меня галочка android windows переходим в таргет х 2р здесь у нас смотрите стоит значение оптимизировать до для компьютера выбираем для мобилки если я сейчас выберу он вот эти значения все выключит модифицирую так скажем да даже правильнее будет здесь мы можем перезагрузить сам редактор да либо перезагрузить его позже давайте нажмем перезагрузить позже потому что мы еще будем такое какие значения менять здесь мы максимум на максимум можете попробовать конечно на максимум но я скажу был оставлю это так скажем уменьшение по качеству чуть чуть но для мобильных систем сам эту далее мы здесь покрут покрутим покрутим есть вкладочка engine рендеринг смотрите здесь есть дизейбл вертекс фулинг мобай шейдер если она у вас галочка стоит соответственно у вас туман не будет отображаться в вашей игре если поставить без галочки то туман можно настроить здесь еще море значений которые необходимо настраивать и так далее да пробежимся по парочку только лишь здесь global tracing стоит можно поставить details tracing virtual shadow maps можно просто поставить на shadow maps lumen соответственно он конечно не будет работать на андроиде но возможно какие то нюансы может добавить поставим screen space ну и reflection давайте тоже поставим screen space должно быть получше далее что тут еще есть необходимо смотреть ну так как мы поставили изменения да вот здесь у нас вот bloom он еще не выключился потому что не перезагрузился проект мы его сразу тоже выключим авто экспосюр у нас выключен это хорошо потому что если допустим заходите с со света в тень он немножко начинает внедряться так скажем в эту темноту и теряется такая траектория так скажем освещения так motion blur галочки нет все отлично здесь нюансов куча так здесь вот mobile shader редакшн да то есть смотрите здесь у нас 4 максимально спотлайта под point white это movable то есть передвигаемых вы максимум не сможете поставить больше четырех это максимальное значение если у вас допустим будет на карте давайте переключимся на уровень поставите точки да со светом и у вас настройка у них будет стоять movable да то вы их сможете поставить максимум 4 а 5 ну когда мы перезагрузим проект когда применится мобильное значение вот это будет уже допустим или какая-то из них зачеркнута красным то есть это максимальное значение 4 здесь есть такая строчка как support mobile spot lighting это галочку можно поставить если у вас допустим у персонажа имеется фонарик то есть вы когда передвигаетесь с этим фонариком соответственно вот эта галочка даст вам разрешение на использование вот такого вот такой вещи можно также поддержка включите здесь ну это уже вторую галочку можете смотреть на свое усмотрение далее перейдем вкладочку user interface здесь у нас есть такие значения как dpi curve здесь можно изменить чуть-чуть значение scale да то есть когда у вас UI виджет допустим да не влезает какие-то определенные экраны здесь можно чуть-чуть подкорректировать в данном случае от зависимости от разрешения и так далее да вот здесь есть значение так скажем scale определенного то есть это здесь уже на разных устройствах вам необходимо тестировать для определения как выглядят виджеты в них далее еще немножко покрутим можно перейти как раз таки платформа android есть нюансов еще очень много я прям все не смогу захватить сейчас ну сейчас вот как минимум вот это основные выберем так первое это у нас платформа android здесь мы выбираем ее компании да мы стираем допустим пишем наименование компании вашего android package name это по сути является айти вашего проекта то есть оно должно как-то глобально отличаться допустим от других далее мы здесь пишем наименование нашего проекта пусть это будет is want допустим так is want g какой-нибудь я не знаю чтобы какое-то хоть значение было да далее пишется store version это у нас значение когда вы будете загружать допустим google play первый раз вы загрузили с единицей когда вы уже будете обновлять вашу версию приложения здесь соответственно надо прибавлять то есть поставили там шесть следующий при следующей загрузке у вас должна быть семерка то есть ну допустим вот так store version offset то есть здесь у нас для rm версии 7 и для rm 64 битный так скажем отдельные значения то есть если вы билдите допустим rm 64 больше версии да да допустим шесть там пробили у вас соответственно может быть разница определенная да между ними допустим шесть раз вы загружали такую такую и так далее то есть здесь такие небольшие нюансы также здесь есть на на windows данном случае давайте поставим все пока по нулям здесь единица version display name знаете соответственно версия вот кстати application display name это соответственно вы должны поставить наименование вашего проекта в данном случае пусть это будет вот это то есть когда будете устанавливать вот это значение вы увидите сверху на своем телефоне так минимально sdk в данном случае 19 но пусть будет так target sdk это необходимые sdk да действующие в данном случае я sdk поставил 32 я ставлю здесь 32 далее мы пробираемся package game data inside ставим галочку это мы создаем apk файл то есть необходимый если у вас проект когда вы сбилдите весит допустим я не знаю там 700 мегабайт и вы просто его хотите на телефоне протестить на своем телефоне да не выкладывая в store куда-нибудь то вам просто вот эту галочку надо если вы уже выкладываете в store соответственно apk уже надо снимать ну смотря какой store есть в данном случае google play у нас в россии появился наш store где принимается только apk файлы то есть вот эти файлы которые гугловцы принимают это где они чуть-чуть потерял так это у нас да я немножко потерялся а вот да вот generate bundle то есть вот этот файл который принимается google да вы ставите галочку соответственно галочка с apk у вас должна быть снята но если вы будете выкладывать наш российский store у вас галочка здесь должна быть поставлена а здесь снято вот такие вот нюансы далее если у вас размер превышает допустим более 150 мегабайт если я не ошибаюсь вам необходимо генерировать оба бфл который дает apk 150 максимум мегабайт а все остальные данные пойдут в оба бфл здесь есть несколько файлов да smallforge это до одного гигабайта largeforge это у нас до двух гигабайт лимит четыре и соответственно allow патч это ну это патч к вашему приложению в этом бифт можно создавать это возможно чуть позже я буду показывать но давайте если у нас билд будет превышать 150 у нас создастся оба бфл допустим маленький да ставим галочку сюда на телефон вы не сможете оба бфл чтоб считывал то есть если вы чисто на телефон вам надо снимать галочку далее ниже у нас есть internal use internal files deal это у нас создание файл директории для приложения образно да если у вас приложение то есть игра сохраняет допустим какие-то настройки значения да вот вам галочку здесь обязательно надо ставить ну и далее мы покрутим здесь у нас есть с сенсор landscape ну здесь получается ориентация вашего телефона если у вас игра допустим в горизонтальном виде если у вас вертикальном виде здесь вы выбираете соответственно необходимое значение максимум supported aspect ratio в данном случае на некоторых телефонах каких-то да допустим с каким-то неопределенным разрешением 2 и 1 считывается некорректно то есть по краям получается черные рамки здесь можно поиграться с цифрами но примерно я ставлю 2 и 3 это примерно это я еще не тестировал на этих телефонах надо как-нибудь проверить далее ниже что у нас здесь есть еще интересного но здесь по сути особо ничего не не надо трогать в данном случае пока и переходим к основному это у нас смотрите конфигурация платформы да здесь мы уже принимаем лицензию на sdk в данном случае нам надо нажать конфигуру now здесь мы создаем файл в который будет записываться настройки определенные должна быть зеленая и соответственно так как мы ставили android sdk мы уже приняли лицензию здесь у нас ничего не требует если у вас потребует нажимаете данную кнопочку чуть ниже ну соответственно я вам уже объяснил для укладывания в google google store здесь ставим галочку апк снимаю build 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 здесь можете поковыряться вот с этими настроечками да detect vulcan device support ну в общем бывало что на некоторых телефонах не срабатывало либо снимается галочка либо ставится здесь уже надо будет смотреть то есть вот support vulcan если вы здесь ставите это не работает да то есть то есть наоборот если вы ставите здесь работает и соответственно необходимости определенные в старых версиях unreal у нас поддержка support support arm 64 и support arm 7 в данном случае у пятерки всего лишь 64 но потому что новые телефоны новые процессоры и там зачастую только 64 битные если у вас используется получается допустим atmop для показа рекламы и так далее да здесь вам надо разрешение на показ по сути разрешение доступа к интернету вам необходимо прописывать несколько строчек если что я их добавлю в описание то есть в данном случае вам показывают android permission интернет вот здесь пишем так написали да еще возможно вторая строчка я внизу в описании добавлю пока я удалю чтобы не было ошибок так так здесь у нас экспериментальное значение мы это не будем еще пока не ввозить туда далее мы позже чуть-чуть разберемся подписание проекта вернемся уже к нему здесь мы должны configure now подписать google play сервис до платформы если вы выкладываете google play подтверждаете включаете enable google play support пишите айди вашего приложения игры и так далее если соответственно у вас есть адмоб реклама вы добавляете ее сюда далее пишите google play лиценз кей но это скорее всего я чуть позже разберу если что-нибудь будем выкладывать я покажу как это делать чуть ниже у нас в принципе настройки мобильные да это скажем звука далее текстур да тут некоторые меняет значение формат приоритет форматов и так далее но это уже особо не будем пока затачиваться над этим оставим как и есть некоторые изменяют значение да это си 2 допустим мой телефон поддерживать это си 2 и асси дексте он не поддерживается потому что поддерживается только телефоны вот дексте который имеет так скажем встроенную видеокарту видеокарту тегра есть эсси это новый формат он там в общем не на всех телефонах тут нюансы определенные но самое наивысшее значение по текстурному значению это у нас эсси и дексте есть эсси 2 эсси 2 самое наименьшее что нам необходимо ну и соответственно да вот при загрузке вашего приложения игры здесь вам необходимо поставить свои иконочки это вот иконка 48 на 48 пишется да 36 на 36 и так далее то есть здесь настраивать и здесь у вас так скажем бэкграунд при загрузке вашего приложения в данном случае он большую часть показывает черным вот такие если у вас в горизонтале он покажет вот этот изображение да если вертикали то соответственно вот это так и теперь переходим к созданию подписи так скажем нашего проекта нашего ключа здесь смотрите distribution sign то есть есть ссылочка на страницу где описывается как это делать но давайте сделаем намного проще чем они там показывают выбираем командную строку и получается вбиваем значение вот такого значения вида ktool да здесь мы особо ничего не меняем все то же самое здесь у нас получается место куда нам сохранить ключ нашего проекта далее у нас наименование kls да вот это значение написано и пароль но в данном случае здесь пароль не стоит но по сути она тоже сгенерирует все нормально если что я приложу несколько видов вот этой вот этого вот этой строчки которые необходимы просто будет скопировать ставить команду строку в данном случае он сохранит мне на диске c вот в эту папочку наш ключик который необходим нажимаем enter здесь он просит у нас ключ ввести да в данном случае я ввожу там допустим определенное значение нажимаю enter повторяю значение которое вводил то есть ключ нажимаю enter просит ввести первое наименование имя да в данном случае давайте и слон g допустим organization unit ну там пусть наименование организации далее еще одно наименование организации city да какая как какой-то локация город пусть будет далее пишет нам ввести типа страну провинцию в данном случае пусть это будет тот же самый город вводим наименование страны нам в моем случае это россия да пишу две буквы по сути здесь мы подтверждаем все введенные значения да или нет в данном случае мне все отлично нравится я пишу да нажимая enter и сейчас он будет требовать у нас ключ вот этот и этот который и вот этот ключ который мы вводили да то есть в данном случае ввожу значение нажимаю enter повторяю и все окей по сути папочки да папочки создался делаем копирование или вырезаем неважно уже вы можете один ключ использовать для нескольких проектов то есть мы не под каждый проект не билдить новый ключик а использовать один и тот же просто необходимо будет указывать так мы можем закрывать командную строку sdk вот этот папочка где у нас ключ закрывать это я вам в описании ввиду смотрите нам нужно положить этот файл здесь даже написано папка project и соответственно build android это у нас проект как раз таки папка проекта build android и мы вот сюда должны его поставить это вот наш кейстор далее просто берем копируем наименование ключа это можно уже закрывать здесь мы вводим наивание ключа далее ниже мы вводим имя допустим это вот которое после ls данном случае это у меня наименование проекта и вводим пароль который вводили до этого то есть которые подтверждали создание ключа я вводил от 1 до 6 все окей если вы ввели вот это значение distribution sign то вам получается как я объяснял packing здесь for distribution галочка должна стоять уже ну то есть вы можете уже полностью билдить давайте сохраним проект все изменения которые мы ввели и делаем restart на проект сейчас все значения мы сейчас принимаем проектик загружается давайте проверим ну здесь соответственно вы тоже можете забивать это у нас destruction да description точнее наименование компании и так далее то есть но здесь уже нюансы совсем другие давайте проверим настройки rendering галочек нету так получается здесь у нас где-то галочки блум галочки нету соответственно которые мы принимали так все значения сохранились которые мы изменяли все отлично здесь зеленое все отлично подтверждено давайте попробуем сбилдить проект видите да у нас android уже появился значок android этого потому что здесь был восклицательный знак далее мы выбираем можно конечно через project ваунчер делать ну давайте по-старому сделаем по четверке образно здесь мы выбираем нашу версию в данном случае я выберу есть tc2 под мой телефон выбирая допустим shipping допустим я хочу уже посмотреть на готовый релиз проекта и пэджик пакет project выбираем папочку куда забилдить в данном случае я всегда какую-нибудь папку создаю пусть это builds будет выбирая и сейчас идет компиляция бывает такое что вылетают ошибки и либо допустим проект нажимаете компиляция он вас кидает на сайт так скажем допустим куда-то на сайт на официальный сайт или еще куда-то бывает бывает и такое смотрите в нашем компьютере есть такое как свойства да когда вы нажимаете здесь есть дополнительные параметры системы вот так вот поставим их переменные среды дополнительно переменные среды смотрите если у вас допустим когда вы поставили android android studio бывает такое что не прописывается сюда определенные значения ну в принципе как и у меня сейчас на всякий случай если у меня сейчас выбит ошибку я сюда пропишу значения которые необходимы по сути для индификации этих так скажем структур для создания android приложения то есть здесь пишется наименование это я тоже все ввожу в описание пишется наименование здесь пишется значение вот ниже это наименование и это наименование одно и то же значение одно и то же у этих двух точнее если ну здесь меняете на свои значения допустим да здесь у меня какие-то старые неверные вы пишете необходимые где у вас сейчас находится sdk где у вас находится java gdk где у вас ндк находится соответственно вот эти две папочки и и пав вот он пав вот сюда по сути добавляются вот эти несколько значений да ндк платформ tools это для sdk у нас находится там и туз тоже там sdk какие-то определенные значения вот все сюда нажимается создать и добавляются вот это jre home да добавляется в системные переменные если у меня сейчас выбьет ошибку я все это вобью если что будет сможете посмотреть пока билдится давайте если выбьет ошибка я вам покажу если нет я покажу что у нас создалось все отлично проект билдится давайте посмотрим никаких ошибок не вывозил посидел минут 15 так папочка билд етк размер 255 то есть я не поставил создание тогда эти можно закрыть если бы я поставил создание obb файла соответственно apk у нас был где-то максимум 150 и все остальное в obb вышло но в данном случае как раз таки можно протестировать на телефоне если сейчас все отлично запустится на телефоне видео привожу а на этом все до скорой встречи друзья надеюсь у вас все получится создать для своего проекта проектов 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 проект